В этом уроке рассмотрим, как можно поделиться записью со стены ВКонтакте, но разместив ее в какой-либо из групп Facebook, ну, либо на своей страничке, я это покажу тоже. И в качестве примера опять буду использовать вот этот пост, который в Facebook я еще не публиковала. Ну и по логике понятно, что мы хотим поделиться постом, значит, нам нужна кнопка «Поделиться». Нажимаем на нее. И здесь мы помним, что можно поделиться с подписчиками сообщества ВКонтакте. А если мы хотим сделать что-то еще, есть вкладка «Экспортировать». Нажимаем на нее. И здесь мы видим, что ВКонтакте нам позволяет экспортировать нашу запись в соцсеть Twitter или Facebook. Мы будем рассматривать пример Facebook. Нажимаем на эту кнопку. У нас появляется окно, подниму его, в котором мы уже видим предпросмотр на Facebook. И мы можем настроить, где мы хотим делать эту публикацию. Если мы оставим в своей хронике, поделиться в своей хронике, нажмем на кнопку «На Facebook» – это публикация будет отображаться на собственной страничке, то есть в своем профиле. А если мы хотим разместить в группе, то здесь мы должны выбрать «Поделиться в группе». И после этого нам нужно ввести название группы. К сожалению, выбора здесь нет, но мы можем ввести название группы, в которой мы хотим поделиться. И достаточно, в принципе, ввести первую букву и выбрать по первой букве. К примеру, вот я выберу эту группу и нажимаем на кнопку «На Facebook». Некоторое время надо подождать. И вот после того, как все исчезло, мы сейчас можем перейти в группу и проверить, появилась ли публикация. И сейчас я обновлю страничку. Вот, я только что опубликовала пост, и вот здесь написано, что это из ВКонтакте. Но, в принципе, все видно. И уже находясь в Facebook, любой, кто находится в этой группе, может кликнуть мышкой по этому посту и более подробно прочитать его ВКонтакте. То есть, еще раз повторю, мы сделали экспорт, поэтому для того, чтобы подробно прочитать этот пост, нас перенаправляет в соответствующую группу ВКонтакте на эту запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!